Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня у нас идеи для завтрака. Никаких таких особенных открытий не ждите, но вот парочка моментов, я надеюсь, натолкнет вас на свои собственные эксперименты. Вот в этом ролике я вам показывал сэндвич Кубана. На самом деле, для сэндвича Кубана нужна планча. И здесь я сожалел, что у меня ее нет. Сейчас есть. Как только в конце ролика я произношу свое стандартное спасибо за компанию, всем пока, мои операторы тут же набрасываются на свежеприготовленную нямку. Далеко не всегда, конечно, им нравится моя стряпня, но вот сэндвич Кубан их впечатлил. Впечатлил настолько, что они стали требовать его себе в школу. В школу они отправляются к девяти, а возвращаются домой в пять. А если в этот день тренировки, то и к шести. То есть, естественно, нужно что-то с собой в школу на обед дать. Так вот они как с цепи сорвались. Каждый день им подавай Кубана и все тут. А без планчи, без планчи, готовить ее не очень удобно. Ну, посмотрите вот здесь, там все видно. Короче, ради интереса я заглянул в магазин бытовой техники и сильно удивился. Китайцы заполонили полки своей копеечной продукцией. Вот эту вот, например, я взял за 22 или за 25 евро. Не помню точно. Ее я выбрал за то, что она не просто позволяет придавливать верхней крышкой, а делает это за счет подвижной вот этой штуки параллельно. Вот, смотрите. Это удобно. Ничего не выскальзывает, когда кладешь. Остальные там были сделаны по принципу книжки. Ну, я имею в виду, что вот просто откидывались. Вот так вот эта вот верхняя колка. И если загрузить какой-нибудь сэндвич и придавить, то он норовит выскользнуть. Ну, еще одно удобство. Вот такая штука. Видите? Плоско раскладывается. Можно сразу 4 сэндвича поместить, поджарить. Не знаю, сколько прослужит, но вот уже скоро месяц, как я каждое утро готовлю на этой планче сэндвичи. Так вот, стряпать Кубана каждое утро мне быстро надоело. Им-то понятно, хорошо. Да и свинину каждые 3 дня запекать не очень интересно. Я стал пробовать новые сочетания, новые сэндвичи. И тема пошла. И сегодня собираюсь показать вам 3 топовых рецепта. Ну, вернее так, это топ этой недели. А что через неделю будет, не знаю. Но Кубана на планче я тоже сегодня покажу. Просто, чтобы вы увидели разницу. Вчера я купил шею. Окорока не было. Замариновал. Во всех подробностях вы это видели в предыдущем ролике. Здесь только в культативно. А чеснока начистил, надавил. Цитрусовых заготовил кучу. И апельсиновые дела пошли. И лимоны, и лаймы. Конечно, не забыл посолить. Добавил оливкового масла. Ароматного, экстра-верджин. Оно там для запаха, а не для жирноты. Обильно засыпал все сухим ореганом. Так сказать, конкретно засыпал. И добавил белого сухого вина. Все как следует перемешал, пожамкал. И в качестве завершающего штриха заложил все пряной зеленью. Петрушкой и кинзой. И отправил мариноваться в холодильник, закрыв все тщательно пленкой. А сегодня с утра вытащил ее из холодильника, очистил от веточек петрушки, кинзы, от чеснока, переложил в чистую сухую латку и отправил запекаться в духовку при температуре 170 градусов. До достижения внутри шеи 70 градусов. Для контроля использовал термометр со щупом. Так что сейчас готов вам показать Кубана уже на планче. Все основные моменты сэндвича Кубана я вам в прошлом видео говорил. Сейчас показываю только ради конечного результата. Все факультативно, так сказать. Сковороду разогреть. Сейчас на ней все поджарю. Но чтобы не отвлекаться, на мытье. У нас же сегодня три разных сэндвича. Я использую стандартный трех с бумагой. Не хочу, чтобы все три сэндвича друг на дружку были похожи по вкусу. Эта вот свинятина по вкусу от обычной буженины значительно отличается за счет вина цитрусового маринада. И орегано дает себе знать. Огонь сильно не делаю. И хлеб надо располосовать. За этот месяц, перепробовав самые разные булки, я остановился в конце концов вот на этой. Ее основное отличие, у нее нет корочки. Ну, вернее, есть, но она очень мягкая снаружи. И в результате при поджаривании на планче эта корочка проявляется. А вот с теми хлебами, где корочка уже есть, все похуже. У них после обжаривания корочка становится слишком твердой, слишком хрустящей. Прям даже горло царапает. Про мясо не забываем. Надо и вторую сторону подрумянить слегка. Красота какая, а? Короче, выбор хлеба для сэндвича – это отдельное поле для экспериментов. Ну, давайте уж собирать все вместе. Сначала вот эту красоту сюда, затем вот эту. А теперь маринованный огурец. Купил специально банку с нарезанными. Они крупные. Обычно здесь маринованные продаются либо очень мелкие, либо совсем уж мелкие. И сладкую горчицу сюда. Старательно размажу. И теперь остается поджарить. Ланча уже раскалена. Масло сливочное растоплено. Немного его вниз. И теперь сюда сэндвич. И обильно смажу маслом сверху. Как следует. Я вот бутерброды с маслом, например, на дух не переношу. Но вот такому сэндвичу сливочное масло сразу добавляет плюс 100 к карме. А не до куб, плюс 100 к харизме. Планчей верхней половины сейчас хлеб придавливаю сверху. Он от этого сильнее прогревается, а во-вторых, становится более плоским. И в результате и корочка получше получается, такая хрустящая. И есть потом этот бутерброд гораздо удобнее. Он не рассыпается. А я пока подготовлю сковороду для следующего сэндвича. Бумагу с газным маслом выбросить. Сковороду протереть салфеткой. Свежего масла пару капель. Опять бумага. И теперь сюда сливочное масло. На самый слабый огонь. Следующий сэндвич нужно готовить на сливочном. Это у меня будет фантазия на тему классического сэндвича Мде Кристо. Почему фантазия? Да, потому что в классическом смазывают майонезом, а не горчицей. А мне не нравится с майонезом. Сэндвич-то горячий, он и внутри так прогревается, что сыр начинает плавиться. А майонез – это эмульсия. Причем эмульсия, которая состоит на 70% из безвкусных жиров растительного происхождения. И всего лишь 30% приходится на условно-вкусовые добавки. Почему условно? Потому что яйцо, желток, которое есть в майонезе, тоже мало вкуса дает. А весь вкус в нем достигается за счет горчицы, уксуса, соли, сахара и прочего. То есть, глупость получается. Из-за нагрева эта эмульсия расслаивается. И получается, что хлеб пропитывается безвкусным маслом. По сути, балластом. А то, ради чего мы добавляем этот самый майонез туда, ради вкуса, составляет всего 30% от объема. Поэтому я использую горчицу сразу в качестве вкусовой добавки, а не майонез. Кстати, кубан уже готов. Атон какой. Слышите? Красота. Разрежу. Согласен, за счет планчи, за счет этого пресса, он не выглядит вышным. Но зато есть такой очень удобно. Зато корочка хрустит. Я говорил в предыдущем выпуске, что здесь сочетание вот этого подкопченного окорока и вот этой буженины с кислинкой очень классное. Их очень хорошо оттеняет вот этот вот огурчик, кисло-сладкий, больше сладкий, и сладкая горчица. Но самое главное достоинство сэндвича кубана приготовлено на планче, это то, что он плоский, есть удобно, ничего не рассыпается. И то, что очень хрустящая получается корочка. Мне такой корочки не удалось добиться, когда я готовил на сковородке. Короче, штука для меня оказалась очень удобная. Да и вообще детям в планче с разнообразными начинками по такому же принципу спрессовать с маслом сверху, готовили разные сейчас бутеры. Действительно классно получается. Ладно, продолжу сборку сэндвича Монте-Кристо. Вы, конечно, можете пойти по классическим путем и все-таки намазать майонез, но смысла в этом действии я не вижу. С таким же успехом можно и просто в растительном масле хлеб вымачивать. Сыр, в данном случае гауда. Ветчина сегодня магазинная. Домашние операторы стрескали совсем недавно. Вот так вот все вместе сложу и спрессую. А теперь надо приготовить яичную болтушку. Молока совсем немного. Чуть-чуть соли. И взболтать. Остается вымочить сэндвич и пожарить. Этот хлеб почти безвкусный. Если хотите получить больше яркости, больше вкуса, можно его предварительно поджарить на сухой сковородке для подрумянивания. Так он и вкус приобретет, и по суше станет, а значит сможет больше болтушки впитать. Огонь сейчас совсем небольшой. Необходимо, чтобы теплота внутрь сэндвича успела добраться до того, как снаружи он начнет гореть. Поэтому следите за процессом и почаще сэндвич переворачивайте. Вот так. Очень мягкий хлеб. Проминается просто на раз. Так, ну и что тут с нашим не до Монте-Кристо? Еще надо бока немного подрумянить. Совсем чуть-чуть. И второй сэндвич тоже готов. Конечно, такие вкусные сэндвичи нужно только саму разрезать. Иначе вкус никакого не получится. А что у него внутри? А внутри у него неонка. В смысле ЛПЧ. В смысле сыр. Вот так вот простенько все. Это, как вы видите, гренок с составной начинкой, с тянущимся сыром. Годный быстрый завтрак. Опять же, благодаря варьированию начинки можно его ощутимо по вкусу видоизменять. И к тому же у меня операторов-то двое и оба привередливы в еде. Одному нравится одно, другому другое. И приготовить два сэндвича с разными начинками гораздо проще и быстрее, чем приготовить два полноценных блюда. Разных. Для каждого из них. Короче, неплохой вариант, мне кажется. Ну и перейду к последнему на сегодня сэндвичу. Это будет вольная интерпретация Клаб-сэндвича. Понадобится майонез, и вот тут от него не отвертеться. Салат, томаты, бекон, подкопченную ветчина из свинины, подкопченную ветчина из индейки и чеддер. Ну, я вначале вам показывал все. Сначала быстро майонез приготовлю. Масло, горчица острая, соль и яйцо. Сегодня из цельного. Не буду заморачиваться с отделением белка. Одна минута жужжания, и все готово. Остается добавить лимонного сока в качестве подкислителя и опять взбить. А теперь, собственно, сборка. Хотя нет, давайте-ка вот для этого сэндвича хлеб я все-таки подрумяню. Да, на планче только разложу ее, так сразу три куска поместятся. На самом-то деле, именно планче нужна практически исключительно для Кубана и ему подобных изделий. То есть, когда нужно не просто поджарить, а поджарить одновременно с двух сторон, а еще и спрессовать, может быть, немного. Но сейчас у меня большие куски хлеба. Сразу одновременно на сковородку мою не поместятся, а по очереди жарить время терять не хочу. Так что очередное удобство, если, конечно, есть место на кухне, куда водрузить подобный девайс. Вот теперь можно собирать все вместе. Сначала помидор, большой, сладкий, вкусный. А теперь надо намазать тосты майонезом, свежеприготовленным. Без энтузиазма, без толстенных слоев, но промазать надо везде. Теперь дело за мясом. Ветчина из свинины и ветчина из индейки. Щедро так. А теперь сыр. В данном случае чедр. Смазанный майонезом стороной к мясу. А вот эту сторону сейчас тоже смажу. Теперь бекончик поджаренный до хруста. Вот так вот. Салатные листья. Помидорки. И накрыть вторым тостом. Вот такой сендвич получился. Чтобы не развалился, можно сколоть зубочистками. Ну что, можно пробовать и последний. Разрежу тоже. Вот такой набор. Тут у меня и овощная часть, и белковая, и сыр, и мазик. Ну, в общем, все как вы любите. Надо пробовать. Как считаете? Ну, ладно. Что могу сказать? Для меня это по вкусу, наверное, ну, самый ожидаемый и самый неинтересный сэндвич. Хотя, один из операторов, глядя, как я развидаю этот сэндвич, делает так. Очень ему это нравится. Три вида мяса, сыр, майонез и салат. Неплохой такой заряд белков, жиров, углеводов с утра. Короче, берите на вооружение эту методу. Если вам понравилось, конечно. Спасибо за компанию. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok